Будем говорить с депутатом Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области, Нина Беляева в нашем эфире. Нина, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Нина, и так вам, нам известно, пришлось покинуть Россию из-за вашей антивоенной позиции. В начале полномасштабного вторжения вы дали четко понять, что против всех этих варварских действий и решений Путина. Как вы считаете, почему по сей день поддержка действий российских вооруженных сил в Украине настолько высока? 73 процента. И в основном за эти действия люди старшего возраста. Всегда комментируя вот эти данные, которые получают в России в ходе опросов, надо сделать скидку на то, что опросы в тоталитарном государстве, они по сути не говорят ни о чем. Они говорят просто о том, что там опросы проводить на самом деле невозможно. Поэтому здесь вот эти проценты, они где-то могут быть посередине. 50 на 50? Да, поэтому я бы не стала ориентироваться, что это именно 73. Но да, на самом деле поддержка все равно высокая, даже если это не 70, а 50. Почему? Потому что очень такая мощная пропаганда идет по всем каналам взаимодействия с обществом. И очень сильная система запугивания, когда человеку проще согласиться с диктатором, чем выступать против, когда нет внутренних сил для борьбы. Нина, а как вы считаете, почему кровожаднее всего люди старшего возраста? Почему они хотят продолжения этих боевых действий? При этом люди в возрасте от 18 до 24 лет, им эта война не нужна. Я думаю, что здесь отпечаток в том числе советского сознания, от которого в России многие люди старшего возраста не избавились. Не все. Есть среди людей старшего возраста адекватные люди, которые переосмыслили тот советский опыт, отнеслись к нему с определенной переоценкой, и у них другое сознание. Но очень много людей, которые с такой ностальгией в России относились к Советскому Союзу, и именно среди них, среди этих людей, большая поддержка военного вторжения. И здесь, я думаю, причина основная в том, что эти люди не разделяют понятие родины и государства. Вот человек, который, скажем так, более свободно мыслит, да, и научился, скажем так, критически переосмысливать информацию, которую ему подает государство через ЗМИ, он может разделить и сказать, что вот это плохо, да, это государство, которое, да, то есть я в этом государстве живу, я его гражданин, но оно творит зло. При этом, то есть выступая против своего государства, я не являюсь там предателем родины. А вот для людей старшего возраста, к сожалению, эти понятия, они, собственно, как синонимы существуют. Нина, из той информации, которая сейчас есть в открытых источниках, известно, что вот после того, как вы осудили эту войну России против Украины, вы были отчислены из аспирантуры Института законодательства и сравнительного проведения при правительстве Российской Федерации в Москве. Скажите, какие путинские ошибки придется исправлять после того, как он оставит эту власть? Что делать с той же Конституцией, которая была переписана под диктатора? Я думаю, что здесь Конституцию надо принимать абсолютно новую. И причина не только переписывания ее Путина под себя, да, в 2020 году. То есть причина вообще, в принципе, что у нас в 93-м году в Конституцию были заложены вот эти вот модели такой суперпрезидентской республики. Республики там, конечно, мало было. То есть в основном была усилена очень сильно власть президента еще при Ельцине. Ну просто, то есть он, скажем так, меньше ей пользовался. То есть Путин, используя то, что уже было в той Конституции, он построил вот этот диктаторский, этот литарный режим, который строился, естественно, не год, не два, не восемь лет. А он строился вот начиная, то есть все правление Путина и, в принципе, подготовка до его правления при Ельцине. Это тоже было строительство вот такого вот, такого государства, где президент, он может все и выше всех. То есть работа непочатый края может быть. И здесь, да, здесь нужна новая Конституция. Возможно, это должна быть либо парламентская республика, то есть где будет президент с какими-то очень урезанными полномочиями. То есть как просто представители государства, либо вообще, может быть, без президента какая-то форма управления. Но в любом случае, то есть я считаю, что такой формой, когда президент управляет всем, ее быть не должно. Более того, я считаю, что России нужна максимальная децентрализация власти и возможность свободного нахождения в федерации. То есть когда у народов будет право на самоопределение. Но и те, которые останутся, они тоже не должны быть в такой подчиненности у Москвы. То есть нужно просто уходить от москвоцентричной России и развивать, то есть каждый регион должен развивать свою экономику, должен иметь максимум автономии в принятии решений, в том числе экономических. И тогда вот эта вот страна, она сможет быть процветающей. Нина, мы видим сейчас, как Путин любит издавать и подписывать разные указы. В частности, благодаря его действиям в той же Воронежской области с недавнего времени введен средний уровень реагирования. Власти пообещали жителям, что несмотря на этот указ ограничений для граждан не будет. И вот объясните, пожалуйста, люди все-таки в той же Воронежской области, они осознают, не будь 24 февраля этого вторжения, то их бы жизнь была, возможно, намного лучше, чем сейчас. И понимают ли они, что все их надежды, планы и мечты поставил под сомнение лишь один человек, и это Путин, а не Украина или НАТО, которыми так пугают россиян? Я думаю, что большая часть жителей не понимает, потому что, собственно, режим выдавливал на протяжении десятилетий, то есть людей здравомыслящих. Выдавливание политиков, журналистов, правозащитников, оно происходило и до 24 февраля, и после 24 февраля оно просто пошло уже такими очень масштабными темпами, когда, собственно, либо люди сидят, либо они уехали. И среди тех, кто остался, действительно, процент людей, которые не вдумываются, которые верят пропаганде, верят, что Россия воюет с НАТО, он достаточно высок, к сожалению. И здесь, например, на том же съезде я предложила концепцию, с одной стороны, иллюстрации. Это для тех, кто принимал участие в военных преступлениях, так или иначе, или поддерживал как-то военную агрессию против Украины. Но, с другой стороны, я говорю, что иллюстрация — это не единственный метод перевоспитания общества, а нужны еще предосветительские программы, как были в Германии после ее поражения, то есть в войне, когда людей приводили в кинотеатры и заставляли смотреть, что натворила их армия, какие зверства, потому что люди там не верили, они не хотели знать и понимать, что их армия творила вот те зверства, которые творила. И вот сегодня я считаю, что людям в России в том числе необходимы тоже похожие просветительские мероприятия, чтобы они видели, что они поддерживали, даже если они там нигде букву «З» не налепили, но внутри себя это поддерживали. Ну да, люди запутаны, особенно с тем количеством версий, которые издают в Кремле. Вот в частности Медведев накануне объяснил цель этой войны России против Украины. Он заявил, что они сейчас слушают слова Создателя в сердцах и повинуются им. Эти слова и дают им священную некую цель, а цель — остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал, Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо цель его — погибель, а наша цель — это жизнь. Вот как вам такие заявления от людей, которые отдают приказы сейчас убивать украинцев? Как они вообще смеют говорить о цели, их главной цели — жизни, когда за ними стоит смерть? Ну я бы здесь хотела отметить очень серьезное влияние церкви православной, скажем, той части, которая в России находится, да, РПЦ. И, к сожалению, я не вижу какой-то реакции такой серьезной сообщества православных церквей, которые могли бы, например, собраться и признать то, что творит сегодня патриарх Кирилл, ересью. Потому что, на самом деле, если смотреть с позиций христианских, да, то есть вот это же идет как бы вот люди, которые там военные, вот если там что-то такое говорят, они же повторяют за патриархом, священниками, которые в своих проповедях оправдывают войну. И, скажем так, говорят, что это какое-то богоугодное дело. Но ведь это и есть, собственно, то есть вот отхождение от христианства, да, то есть предательство Христа, и, собственно, как бы они людей ведут в ад, когда они их посылают убивать украинцев. Нина, а какие вот, скажите, сейчас настроения у этих людей? Мы говорили уже о цифрах из Левада-центра. И тот же Левада-центр буквально несколько недель назад приводил статистику, что сейчас среди россиян возросла тревожность, которой не было уже 20 лет. Люди сейчас вот готовы к неким протестам против всего того, что происходит в стране? Ну, если говорить о протестах, то это, конечно, есть разница между регионами. И где-то, то есть она, где-то протестное настроение сильнее, где-то меньше. Но в целом, конечно, еще уровень готовности, он низкий. Потому что все равно проще, скажем так, где-то спрятаться как-то, уйти в тень. Нина, а что должно произойти? Ну, вот 8 месяцев идет полномасштабная война. Если раньше эта война касалась, возможно, контрактников, которые шли за деньги сюда воевать, и исключительно денежное жалование являлось главной мотивацией, то сейчас в России мобилизация продолжается, скрытая, не скрытая. Людей отправляют на смерть. Как долго они будут терпеть? Если честно, я не думаю, что, возможно, какое-то именно очень серьезное, скажем так, восстание. Безусловно, есть партизанское движение, есть, скажем так, авангард, но их очень мало, этих людей. Если брать именно в процентном соотношении от населения, которые сейчас совершают вот эти действия, их становится больше. Да, там, грубо говоря, там акции по поджогу всяких зданий, разбору рельс, они стали сейчас чаще. Не только военкоматы, там в том числе и офисы партий поджигают, которые поддержали войну, то есть там много чего поджигают. Они стали гораздо чаще после мобилизации происходить, и это очень действительно хороший фактор, да, то, что люди стали смелее. Но все равно их, если смотреть на карту России, их все равно в процентном соотношении, если посчитать, сколько людей их делают, их мало. И вот такого, чтобы прям все вышли и там готовы были бы к вооруженному протистоянию с режимом, к сожалению, я пока сейчас не вижу. Только вот в рамках партизанской войны. А что произойти? Ну, я думаю, здесь может быть какое-то вот встречное движение. С одной стороны, если будет усиливаться какой-то раскол элит, да, а с другой стороны, вот наращивание темпов партизанского сопротивления, когда вот такие смелые, но там небольшие, там группы граждан или одиночки, да, то есть совершают вот эти вот акции. Нина, возможно, обществу необходим некий лидер, который сейчас сможет повести. Вот сегодня проходит в Польше съезд бывших известных депутатов, оппозиционных политиков. Знаю, что вы тоже должны были там участвовать. Расскажите, пожалуйста, об этой встрече, о ее целях. И вообще в целом, что сейчас российская оппозиция может сделать для смены путинского режима? И сможет ли она это сделать дистанционно? Ну, к сожалению, то есть я сегодня туда не попала, потому что не выдали мне визу. Вот. И, собственно, получить в другом государстве я ее тоже не успела. А выезжать из Латвии я пока, ну, то есть я могу находиться на территории Латвии, потому что запросила убежье, чтобы выехать в другую страну, мне нужна виза. Что касается вот этого мероприятия, да, то есть то, да, я там была включена, то есть на сайте указана в составе оргкомитета, и, собственно, согласилась подключиться к его организации, потому что сама идея съезда, она была озвучена как создание такого представительного органа в изгнании, да, который будет представлять Россию, в том числе на международном уровне, взаимодействовать и с Украиной, то есть обсуждать, ну, как вырабатывать, скажем так, решения по постпутинской России, да, то есть как возмещать ущерб, как, собственно, эти, расследовать преступления и так далее, то есть в том числе взаимодействие со странами Евросоюза, тоже по вопросам, например, представительства там беженцев и людей, которые, скажем, убегают от преследования в России, помощь соотечественникам. И тоже немаловажная такая вещь, я думаю, самая основная, это выработка проекта новой России, да, то есть это выработка проекта новой Конституции, совершенно новой, не улучшенной старой, а принципиально новой. Это то, о чем вы говорили в начале нашего разговора, да? Да, да, да. И в том числе, скажем так, нахождение консенсуса по поводу того, как должна быть устроена система госуправления в новой России. Но, к сожалению, я могу сказать, что даже сейчас есть некоторые опасности, что создание вот этих вот органов, ну, как это, к сожалению, бывает, в эмиграции российской происходит по старым лекалам. Когда вот эти вот недемократические методы несут, опять же, в оппозиционную структуру. То есть, вот, например, на себе я это ощутила, я хоть формально там в оргкомитете нахожусь, но фактически, то есть, меня, скажем так, использовали как украшение стола. То есть, поставили на сайт, но исключили из вопроса, там, принятия решений по организации. И я вот могу сказать, что я буду принимать участие, но хочу заявить, что буду принимать участие как делегат, потому что являюсь депутатом, чтобы выразить свою позицию по повестке дня. Но именно как организатор, да, я, к сожалению, вот на уже последующих, последних этапах, да, принимать участие не смогла, потому что не имела доступа к ряду таких рабочих инструментов, где выкладывались проекты решений. И кто сейчас, то есть, организует, да, тоже это не совсем такие прозрачные процессы. Здесь, конечно, вопрос будет зависеть, что из этого получится, от тех людей, которые все-таки примут участие в этом съезде, потому что помимо тех, кто занимается там организацией, будут, конечно, очень много достойных депутатов из разных регионов нашей страны. Ну и я надеюсь, что все-таки будут какие-то исторические решения приняты. Да, мы следим за этими решениями, следим за этим съездом. Он будет продолжаться в Польше до 7 ноября. Нина, спасибо вам большое за этот разговор. Нина Беляева, депутат Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области, была с нами в эфире Фридема.